Всем приветики! Как понять, о чём вам говорит ваш котик? Если ваш котик мурлыкает и перебирает лапками, значит ему очень нравится. Если он просто мурлыкает, то он рад вас видеть и ему нравится. А если и перебирает лапками, то ему очень нравится. Если котик махает хвостиком, значит ему что-то не нравится, или он раздражён, или волнуется. Если он этот самый хвостик распушает, значит он испугался. А если он ещё и шипит, то значит он сильно испугался. Если он начинает царапаться, значит ему очень не нравится то, что вы делаете. И он вас таким образом предупреждает, что не надо так делать. Ну а если он ещё и кусается, и царапается очень сильно, значит он вообще очень сильно, вы его сильно очень обидели, или как-то делали ему больно. И он таким образом проявляет свою агрессию. Если котик, что он ещё может делать? Мурлыкает, перебирает лапками, махает хвостиком, распушает хвостик, выркает, или шипит, как это вот правильно. Это мы уже сказали. Мурлыкает, царапается. Ну, вроде бы и всё. А, и самое главное, мяукает. Если он мяукает, то, может быть, его туалетик заполнился. И он вам говорит о том, что его надо убрать, потому что ему некуда сходить. И если вы этого не сделаете, то он найдёт себе другой туалетик, который вам наверняка не понравится. Ну, или же, может быть, он хочет кушать, а может быть, он пытается вам что-то сказать. А может быть, просто он вас давно не видел, и когда вы пришли, он радуется. И как бы... Ну, то есть, зависит от ситуации. Если он ходит такой вот, какой-то такой непонятный, мяукает. Может быть, его туалетик полный. Если ходит возле стола и мяукает, и посматривает на вас, на стол, значит, хочет кушать. То есть, если вы зашли там с утра, и он мяукает, и трётся об вас, то он рад вас видеть. И, ну, да, он просто рад вас видеть. И может быть, даже хочет кушать. Но если вы просто пришли откуда-то домой, и он вам бежит на порог и мяукает, то он просто рад вас видеть, как бы просто так разговаривает с вами. А бывает, когда ты просто разговаривает, и такой мяу-мяу, мяу-мяу. Ты ему говоришь, что он как будто бы огрызается с тобой. Это значит, что... Ну, бывает... Ну, в зависимости от настроения. Если он такой вот... Огрозный, значит, он с вами огрызается, ему что-то не нравится. А если просто сидит такой, и просто мяу-мяу-мяу, значит, он как бы просто с вами разговаривает. Вот. Такие вот котейки. Ну, и вроде бы всё. Какие вообще у кота есть эмоции. И ещё он может тащить когтики. Не стоит его из-за этого бить, ругать. Нужно просто сделать ему какую-то когтеточку. Потому что... Ну, это как... Ну, я не знаю, как у собаки зубы. Собака вот любит грызть кости. Так как котам нужно точить свои когти. Потому что если... Как некоторые обрезают когти котам, чтобы они не портили ничего. То это всё равно, что котам собакам вырвать зубы. Типа, чтобы собака ничего не грызла, давайте мои зубы вырвем. Так как коту, если вырвать, отрезать ему когти, то это будет как-то неправильно. Кот без когтей, это как собака без зубов. То есть, кому нужна такая собака? И вообще, и она уже будет инвалид, считай, без зубов. Так как кот без когтей, это как всё равно инвалид. Он не сможет ни на дерево забраться. Вот окажется он во дворе, побежит за ним собака. Так бы он забрался на дерево, и собака... Ну, благодаря когтям забрался бы на дерево, и собака бы его не достала. А так он не сможет забраться на дерево, и собака просто порвёт его. То есть, не стоит обрезать им когти. Или выбежит мышь. Вот вы будете сидеть на кухне, выбежит мышь. И что кот сделает? Ничего он даже схватить не сможет. А так когтями схватит. Ну, то есть, это как всё равно часть, часть кота. Это всё равно, что я не знаю. Отрезать какой-то важный, важный... Например, если вам отрезать пальцы, вы не сможете ничего брать. Так как кот, он без когтей, как... Когти — это продолжение его лапки. Он как-то не сможет... Многого не сможет, короче. Так что не стоит обрезать коту когтца. Лучше поставить ему кучу всяких когтеточек, чтобы он точил свои когти и всегда смог их применить, если понадобится. Может быть, даже и против вас, если вы будете его сильно обижать. Но, я думаю, если вы хороший хозяин, кот вас никогда не обидит. Разве что, если вы будете играть с ним, заиграетесь и подставите руку вместо мышки, например. Ну, шерстяной, имеется искусственной. То тогда, да, может зацепить. У неё, кстати, очень острые когти. Если она разок проведёт по руке, всё, это сразу рана, это кровь. Но... Она как бы так не делает. Но если играешь с ней, она очень заигрывается. И нужно смотреть, чтобы она не цапнула. Ну, потому что она... У неё цель не тебя цапнуть, а толстый там бегает. И когти у неё очень острые. Как лезвия такие. Если раз проведёт всё, сразу распорит. Потому что её никто за это не ругает. Она точит свои когтики постоянно. Ну, это в порядке вещей у котов. Чтобы когти были наточены. Вот. Так что Любите своих котиков. И они Ответят вам тем же. Да, Ласька? Да, Ласька? Ласичка. Ласичка. Вот. Как-то так. На этом всё. Всем пока-два. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.